Всем привет! Как вы уже поняли, сегодня я снимаю видеообзор на проект Комса. А все потому, что уже завтра, 6 ноября, у них заканчивается ICO. И в ходе этого ICO, которое началось 2 октября, было собрано 92 миллиона долларов. Ну, хотя я читала в некоторых источниках, что предвещали сбор в размере 150 миллионов, но, в принципе, это тоже неплохо. В общем, кто еще желает стать инвестором проекта Комсы, стоит поторопиться, так как осталось уже менее суток. Завтра в 14.00 по японскому времени будет закрыто ICO. Здесь вы можете обратить внимание, в каких криптовалютах принимались инвестиции, в каких-то больше, в каких-то меньше. Также вот здесь в разделе токен сейла есть раздел для регистрации. Сейчас покажу на своем примере, как это сделать. Так, вводим свою почту, свой пароль, заходим. Так, заходим, заходим. Вот здесь появляется такое окно. Здесь мы можем видеть свое ID. Ну, и здесь токены Комсы, которыми вы владеете. Ну, и так далее. Вспомним немножко, что же такое вообще Комса. Комса – это платформа для будущих ICO, которые захотят существовать в экосистеме Комса. В рамках проекта уже существует команда, которая готова предоставить компаниям консультации, экспертизы и решения для поддержки собственных ICO и внедрения технологии блокчейн в бизнес. Используя комплексное решение проекта, которое включает в себя криптовалютную биржу ZAIF и программное обеспечение для приватных блокчейнов Mijin. Во многих ведущих каналах Телеграма чуть ли не ежедневно происходит пиар данного проекта. Говорится о том, что эта платформа будущих ICO уже 155 тысяч аккаунтов зарегистрирована была. Это будет самым масштабным ICO и так далее. Ну, и, конечно же, это все вызывает большой интерес людей к данному проекту. Более подробная информация о проектах находится в его white paper, кстати, который уже скачали порядка 63 тысяч человек, и из них 55 тысяч только из Японии. И, кстати, как раз-таки тот факт, что проект поддерживается Японией, привлекает многих людей. И многие считают это плюсом проекта. В конце продажи, исходя из количества токенов, которые выпущены для участников, будет начислено равное количество токенов Комсы, после чего выдача будет заблокирована. Другими словами, будет выпущено на 100% больше токенов от запрошенной суммы. Из этих 100% 10% будут распределены в качестве реферальных бонусов для реферальных продаж токенов. 40% будут распределены между существующей управленческой командой, заинтересованными сторонами, разработчиками, сотрудниками, подрядчиками и руководством комитета Комса ICO. И 50% будут сохранены у TechBure Corporation для будущего развития маркетинга, партнерских программ, компенсаций и расширений. И в результате чего 55% от общей суммы будут распределены среди участников. Предпродажа токенов включала в себя бонус в 20%. Токены можно было приобрести в биткоине, эфириуме и ксэме. Ну и в принципе на этом все. Самое главное я сказала, сколько средств было собрано, напомню, 92 миллиона. Это уже является хорошим признаком успешности проекта. Напомню, что еще есть последняя возможность инвестировать в проект до завтрашнего числа, до 2 часов по японскому времени. Ну и все, на этом можно закончить мой видеообзор. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И помните, что все ваши инвестиции происходят на ваше усмотрение. Всем спасибо, пока.